Группа харьковских клоунов решила, что влачить жалкое существование и дальше это невозможно. И мы требуем присоединения харьковских клоунов к цирку Дю Сюлей. Мы хотим, чтобы люди платили серьезные деньги за наши работы. Хватит над нами смеяться не из-за того, что мы смешные, а из-за того, что у нас маленькие зарплаты. Поэтому мы считаем, что единственный возможный вариант попасть в цирк Дю Сюлей это референдум. Поэтому сегодня мы собрались здесь для того, чтобы а. нас услышали, и б. все желающие, все сострадающие нам, представителям клоунского цеха проголосовали. У нас есть бюллетени, на них ничего не написано, это не имеет значения. Все желающие могут заполнить бюллетень как угодно, на любом языке. Если вопросов никаких нет, вы можете написать, да, например, я поддерживаю харьковских клоунов. Или так, я петрымаю харьковских клоунов. Мы самопровозглашенные лидеры. Просто поднакипело. Да. Мы устали молчать, нам это надоело, правда. В Украине такая ситуация сложилась, что сколько бы людей не было, все равно референдум считается легитимным. Его проводить можно, и его результаты могут считаться абсолютно законными. Девушка, поддержите харьковских клоунов в нашем референдуме. Проголосуйте и выразите свою позицию. Приходите в следующий раз, приходите когда угодно, можете проголосовать дома, принести бюллетень к нам. Это, конечно, интересная идея. Разве Родину продают? Мы готовы. Мы готовы продать свою цирковую Родину, потому что мы хотим лучшей жизни. Это наше право, клоунское, поддержите нас. Ребят, не стоит. Оставайтесь. То есть вы хотите, чтобы мы остались здесь? Конечно, да. Конечно, очень хочу. Спасибо вам большое за вашу позицию. Пусть едут и в Дюссалии работают. Это для украинского зрителя. Вот это вот для нашего народа. Понимаете? Дюссалии не для нашего народа. Единственная страна, где платят театрально-зрелищные предприятия налог на добавленную стоимость, это Украина. У меня есть телефон, вызовите санитаров. Но вызовите санитаров, они вам объясняли. Цирк и Дюссалии. Ну, цирк и Дюссалии в Канаде, в Америке. У нас не могут на одно представление собрать несколько представлений в Киеве. Еле-еле. Вы знаете, какие там цирки? Да, знаю. Ну, так вы спрашиваете 140 гривен. А корма животных? А лечение животных? Цирк и Дюссалии без животных работают и считают, что они... Это же просто рекламная пиар-акция. Что-то они хотят, политическое. К цирку не имеющий никакого отношения. Цирк это великое искусство, великое искусство. Одно из самых древних, которое вечно. Как искусство танца, как искусство вокала, как искусство театральное. Понимаете? Вот сейчас тенденция, вот цирк Дюссалии самое лучшее в мире. Наше все дерьмо, да? А цирк Дюссалии заграничный, это самое лучшее. Но и там есть хорошее, и у нас есть хорошее. Нельзя же так бросаться. Есть положительные моменты в Цирке Дюссалии. Там театрализация ярчайшая. Там сюрреалистические сюжеты. Они непонятны, может быть, большинству нашего зрителя. Но они интересны другим зрителям. Понимаете? Они не смогут цирку Дюссалии на нашей площадке работать. Ребята, давайте не устраивай, когда говорят, что в стране цирк. Это не цирк, цирк высокое искусство. А балаган, это вот то, что... Вот у нас такое вокруг, смотрите, как люди не хотят сегодня идти на представление. Боятся. Боятся. Детей боятся. Ну о чем мы говорим?